Собака жива, все хорошо. Гормоны. Очень больно прокусил, ну реально вот я, ну он меня укусил, я на него наорала, и у меня аж слезал пошла, потому что очень больно. I have not yet. I'm hungry. Go to eat. Why you don't go to eat? Если я завтра не пойду мыться, то... А какой завтра? Если я сегодня не пойду мыться, значит у меня беженство. Ну хотя сегодня еще не проявится, если завтра или послезавтра не пойду мыться, то это беженство. Why? Что? Все может быть. Ну не, он же привит. Что, ноготь поломала? Нет собаку, все. Палец раздухся. Депрессион лоу. Why you have depressed? Why you depressed in depression? I don't know how is right. Что-то по роду дворняжка. Что-то по роду дворняжка. Под конец эфира десять человек. Балдеж. Депрессион. Адресовую ставь куда венок слать. Ну точно, додумалась о Камиле. The list can go on. России нет. Блядь. Дворусь. Могилёк. Все чувства спелы на меглоу. Будь не стало тепло. Спасибо за розочку. Одиночество съедает меня. Нет огня. Выпит от дна. Спасибо. Спасибо, мой друг. Спасибо. А не само меня, уничтожь, подставит собой контроль. Не узнаешь к сердцу пароль, это лето турманит меня. Давай зелёнка зельём. Ой, расскажи о чём. Вот. У меня постоянно с зелёнкой одна и та же история. У меня мама даже маркер покупала. Знаете, маркер, который типа и с йодом есть, и с зелёнкой. Рассказываю историю про зелёнку. Мне один раз надо было замазать палец на ноге, прижечь. Ну, мозоль, короче. Я открываю эту банку зелёнки. Открываю её вот так вот. Не открывается. Я думаю, ладно, зубами открою. Бля. У меня рот весь зелёный. Пальцы все зелёные. Все ногти забрызгали с этой зелёнкой. Хорошо. История. Это была первая. На следующий год тоже что-то начинаю. Что-то мне надо было замазать. Не помню. Что-то. Подрала коленку. Я не помню, что было. Открываю зелёнку. Ну, открыла на этот раз хорошо. Типа тоже зубами открывала, но очень чисто. Открывала. Поставила на диван. Она нахуй падает. Бля. Весь пол. Весь пол в зелёнке. Мне кажется, на месяц отмывалась. А то и больше. Приветики. И короче, третья история уже с йодом была. Мне когда ноготь удаляли на пальцы, мне сказали типа прижигать йодом при перевязке. Я начинаю открывать этот йод. А этот йод тоже у меня ёбнулся. И всё. Целая банка йода. Ну, там немного, правда, сколько. Вот такая баночка йода. Но она вся вылилась. Так у меня мама начала покупать маркеры. У меня эти маркеры. Я не знаю. У меня всё равно почему-то лох вымазан, ног си вымазаны. Какой язык ты говоришь? Я говорю в английском и русском. Алик, спасибо. Спасибо, мой любимый друг. Короче, зелёнка это вообще ужас какой-то. Можно любой спирт содержащий настолько. Ну да. Ой, что с моим пальцем? Мой палец только сего пережил. Ну, типа... Ну, на самом деле я узнала, что это не у одной у меня такая проблема. И, типа, ну... You want to do my work for me? Окей. Одно. Нет. Ну, типа, у меня... Я не знаю. То ли из-за обуви неправильно. Ну, что я когда-то ходила в маленьких кроссовках. Или из-за того, что я просто когда-то неправильно постригла ноготь. У меня сместилась пластина ногтевая на большом пальце на правой ноге. Первый раз мы удалили хирургическим путём. Ну, типа, обрезали просто кончик вот так вот. Через два месяца он обратно врос. Я почитала про проблему то, что это не лечится у хирурга. Это надо идти к специалисту, к подолгу. Я пошла к подолгу. Мне сняли этот ноготь, поставили пластинку, чтобы, типа, ноготь достать с этих валиков. Ну, как? Чтоб он выровнялся снова. Я сходила подолгу. Прошла вот этот курс. То есть, носила эту пластинку. У меня было всё хорошо. Алик, сэнки. У меня было всё хорошо. У меня опять съехала ногтевая пластина. Я не знаю почему. Кроссовки у меня были по размеру. Типа, сейчас у меня тридцать седьмой размер. Но я покупаю на размер больше кроссовки, чтобы уж наверняка. Ну, чтоб мне ничего не жало. У меня снова вырос ноготь. Я уже думаю, ну ладно, пойду сниму пластинку. Ну, типа, в больницу. У меня сняли полностью ногтевую пластину. Прошёл год. У меня снова вырос ноготь. Я сходила подолгу. Мне сказали, что они не возьмутся за мой случай. Потому что у меня настолько уже вырос ноготь, что он уже проходил почти через кожу. У меня начала млеть нога. Я истеричка подумала, что это из-за ногти. Я пошла в больницу. И мне опять выдрали ногтевую пластину. Сейчас она опять отрастает. Ну, пока что, слава богу, у него всё хорошо. Это что, правда? Я думаю, что в детстве только пугаешься ногтями. Нет. Это ужасно. Это такой дискомфорт. Я врагу даже этой проблемы не пожелаю. Реально. Я не ношу открытую обувь, потому что, ну, я стесняюсь вот этого пальца. Ну, типа, для меня это прям максимальная проблема. Это настолько больно, это настолько неприятно. И ты не можешь носить вот в этом промежутке времени, когда у тебя растают ноги, ты не можешь носить белые носки, потому что ты снимаешь кроссовок, да, а у тебя вот этот палец большой, он весь, ну, грязный. Там и кровь, и гной, ну, короче, это такая ужасная проблема. И у меня из друзей страдало этим, ну, очень много человек. Я думала, что я одна такая фелочная, а оказывается нет. Ну, типа, очень много. Просто кому-то с первого... Просто кому-то с первого...